всем привет солнечный денек едем в пиран это на побережье адриатического моря в словении будем там гулять очень там красиво пиран а чкс это а а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Приехали мы в Перан Запарковались на парковке Получается час евро 30 стоит Парковочка Сейчас пойдем Можно парковаться С приложения Можно парковаться Вот есть автомат Кидать монетки Но видите тут только монетками Тут никак не заплатишь Ни карточкой Ни деньгами Бумажными Вот рядом тут есть кстати Паркир на Хиша Это Получается Ну как Подземный паркинг большой И тут можно Там по-моему можно запарковаться Заплатить и Наличными Там есть специальный Банкомат Ну не банкомат А приемник Наличный Ну а тут очень классное Старое кладбище Можно Сейчас зайти Походить Посмотреть Очень красиво Много таких вообще Старых Старых Склепов Могил Вот сейчас Пойдем Посмотрим Вот такое Кладбище Тут вообще Здесь старые Старые Могилы Некоторые Заброшенные Некоторые Вполне Ухоженные Тут Фамильные Склепы Красиво Вообще Еще Туи Запах Кладбище Довольно таки Большое Красивое Но это Ну старое Тут я видел Вообще Очень старые Могилы Это свежие Кстати А вот Красивый Фамильный Склеп Ну Таких Таких Заброшенных Могил Нету Основ Все Все Ухожены Тут Наверное Работники Этих Но Этого Кладбища Ухаживают За Могилами Даже Не важно Приходят Люди Не приходят Ну тут Практически Везде Приходят Вот Старая Заброшенная Могила И то Нету Такого Как у нас Бурьян Пояс Растет А вот Старые Какие-то Склепы Фильм Какой-то Попал Таки Очень Интересно Все Сделано Тут Даже Статуи Часовня Есть Своя И оно Получается Кладбище Ярусами Там Ниже Ярус Идет Тот Там Выше Это Какая-то Часовня Или Склеп Какой-то Старый Не знаю Фамильный 915 Очень-очень Красиво Походить Посмотреть Можно А сейчас Мы пойдем В Замок Ну тут Не замок А стена Видно Башню Поднимемся Наверх Посмотрим Какие Виды Бывают Вот Мы Идем К замку Это Ну это Не знаю Замок Не замок Это Просто Такая Стена Какая-то Построена Была Видна Очень Давно Сейчас Попробуем Полезть Наверх Посмотреть Что Тут Кстати Тоже Парковка Можно Было Прям Сюда Доехать Ну Мы Не ищем Легких Путей Лучше Походить Лишний Раз Пешком Конечно Сюда Пешком Далековато От Любляны Уже Фиги Цветут Не цветут И мне Позавязываю Вход Ладно Сейчас Мы Пойдем Заплатим Войдем Не полезем Сверху Будем Снимать Стена Перана Называется Вход Три Три Евро Человека Сейчас Лезем Наверх Посмотрим Из-за Света Моргает Ух Это подъем Такой На башне Море Перан Красиво У нас там еще можно выше подняться Но сейчас тут походим Посмотрим Позаглядываем А тут ничего такого Нету Просто Свод Вот такой А вот этот Не монастырь Какой-то Ну Часовня Какая-то Не знаю Там Какой-то Храм То можно Туда тоже Будет Зайти После Этой Стены Сейчас Посмотрим Что там Выше Все Так Оборудовали Ух И Можно В два направления Пойти Это Наверное На башню Ну Тут Такой Лаз С Ростом Метр Восемьдесят Тяжело Залавить Ух Тут Конечно На Пиран Вид Очень Красивый И Море Хорошо Видно И Видно Сам Пиран И площадь Там Очень Красивая С Памятником Лезем Лезем Дальше Ух Это мы залезли На саму башню Это Обратная Сторона Так сказать Пиран А вот Это Дальше Туда Стена Идет Мы Туда Тоже Сходим На Уте Соседние Башни И Потом Спустимся На Вид Тут Очень Завораживающий Уже Уже Три Года Живу В Словении Первый Раз На Эту Стену Забрался Аж Стыдно Как-то Что Раньше Не Ездил Ну Вид Вид Хороший Кто-то Кричит Наверное Нас Зовут А это Вторая часть Стены Идут Ну Там Туда Ходить Нельзя Там Сокрыто Еле Спустился Сверху Там Такой Лаз С Моим Ростом Конечно Туда Залазить Не знаю Для кого Для Карликов Делали Сейчас Пойдем Смотреть Саму Стену Это Мы были На Башне А Тут Еще Стена Какая-то Оборонительная Последний Рубеж Туристы Туристы Группами Ездят Смотреть Вот Тут Тут Очень Красиво Вообще Мне Нравится В Пирань Ездить Но Мы Ездим Со стороны Фиеса Идем По Береговой Линии Ну Мне Сказали Что Там Какие-то Обвалы Из-за Дождей Вроде Как Закрыта Дорога Но Мы Может быть Назад Пойдем В Фиесу Посмотрим По Набережной Ну Там Как Набережная Там Просто Дорога По Над Морем Идет Очень Вид Красивый На Море А Тут Стена А Тут Кстати Есть Вниз Можно Спуститься Тут Выход Есть А Стена Большая На Самом Деле Не Знаю Тут Еще Подсвечивается Не Подсвечивается А Тут Еще Можно На Эту Лышку Забраться Ну Пойдемте Туда Наташ Пойдем Туда На Ту Дальнюю Да Посмотрим Что С той Стороны Очень Красиво То Что Все Крыши Одинаковые Нет Не Так Как В Украине Одна Крыша Такая Другая Такая Тут Какой-то Видно Гост Стандарт У них Есть Что Только Черепичная Крыша Чтобы Все Было Одинаково Вот Это Конечно Очень Красиво Особенно Когда Сверху Смотришь Это Смотрится Как будто В сказку Попал Сегодня Ветерок Такой Дует Хороший Парусники Он Ходят По Море Хотя Волна Небольшая Не знаю Когда Будем Когда Пойдем Пешком В Фиесо То Там Может Быть Ветерок Так Лезем Наверх Узенькие Такие Ступенечки Как бы Головой Не стукнуться Ой А тут Куда Да Тут Высоким Людям Не очень Хорошо Лазить О Забрались На самый верх Тут Стадион Футбольный Тут Вид Конечно Получше Конечно Ветер Сильный Но Красивее Это получается Самая высокая Башня Та Чуть Башня Ниже И там Ничего Нет Внутри Так Идем Дальше Посмотреть Последнюю Башню Но Тут Ветерок Уже Задувает Серьезный Ну Если там Низу Дорогу Не закрыли То Назад Пойдем В Фиесо Они Люди Ходят Там Внизу Море Красивое Голубенькое Скоро Уже Потеплеет Приедем Сюда Купаться Ну Не совсем Сюда В Фиесу Там Дальше Пляж Ну Сейчас Будем Спускаться Пойдем В Сам Пиран На площадь Там Памятник Даже Не знаю Кому Мне нравится Там На площади Плитка Мраморная Площадь Мрамора Сделана Скользкая Когда Мокрая А так Очень Класс Вон Кстати Видно Эту площадь Вон Памятник Там Стоит Посередине Флажки Развиваются Сейчас Будем Туда Спускать А это Получается Эта Стена Снизу Вид Мы Уже На выход Спустились В подножье Это Парк Можно Посидеть Тут Какой-то Баба Брастет Очень Такой Немаленький Ну На солнышке Конечно Жарко Сидеть Сейчас Пойдем Низ Там Должно Быть Попрохладнее Возле Море Хотя Там Ветер Наверное Дует Сильный Но В общем Можно Галочку Ставить Посетил Стену В Пиране До этого Ни разу Не был За три года Не Не удосужился Ни разу Сюда Подняться Спускаемся Ниже И ниже Вон Это Часовня Надо Пойти Посмотреть Но там Только Часовня По-моему Работает Туда Тоже Можно Подняться Но Сейчас Пойдем Вниз Сначала На площадь Потому Чтобы побывать В Пиране Не попить Кофейку Ой А что-то тут Закрыто Мы Наверное Не туда Пошли Ну Будем Обходить Я думал Тут Проход Есть А тут Нет Придется Небольшой Круг Сделать Чтоб Туда Спуститься Вниз Тут Улочки Конечно Я не представляю Как тут Можно Жить В отпуск Да Приехать Хорошо Погулять Тут Красиво Спокойно Но Жить Тут Постоянно Ездить Каждый день На работу По таким Улочкам Даже Запарковаться Так Под таким Углом Я не знаю Я все Под машину Еще кирпич Подкладывал Какой-нибудь Чтоб Не покатиться В общем Потихоньку Идем вниз Спускаемся А то Что мы Сверху Видели Это Церковь Святого Юрия Сейчас Не видно Позже Будем Уйти А сейчас Мы пойдем Вниз Это Тротинив Тырг Площадь Тротини Какого-то Скрипача Там Его Памятник Стоит А вон Церковь Верхушечка Видно Сейчас Тоба Спустимся На эту Площадь Улочки Конечно Тут Очень Похоже На Италию Такие Маленькие Улочки Узенькие Такие Пешеходные Дорожки Все Люди Никто Не торопится У всех Все В порядке Все Спокойно Все Сидят Целыми Днями Пьют Кофе Ух Ветер Задывает Как бы Тут Не заблудиться В таких Переулках А то Так Зайдешь Спустишься А потом Назад Не понимаешь Куда Ити Интересно В гугле Есть тут Улочки Или нет Я даже Не смотрел Ну На самом Деле Перан Он Очень Маленький Тут Туда Можно Пойти Вот Такие На Автомобиле Здорово Не поездишь Ну Тут В основном Ездят На Мопедах Местные Тут Репешком На Мопедах Сейчас Спустимся Вниз Посмотрим На Площадь Подходим К площади Уже Начинаются Это Кафешки Гостиничка Какая-то Сейчас Будут Кафешки Ресторанчики Всякие Магазинчики С Сувенирчиками Ну Вот так Живет Перан Это Выходной День Еще Сезон Окупаться Нету Но Спускаешься Спускаешься По улице Раз И Кафе И Сразу Потом Можно Сесть Кофейку Попить Пиццы Покушать Какой-нибудь Бутерброд А вот Площадь Этого Скрипача Тут Так Ярко Что Ужас Тут Зимой Классно И После Дождя Тут Очень Очень Скользко Поближе Подойдем Посмотрим Вот Это Церковь Святого Юрия Туда Потом На обратном Пути Будем Идти Зайдем Посидим Посидим Посмотрим Сейчас Кафе Пойдем Посидим А вот Этот Скрипач Тортини Вот автобусная Остановка Сразу Автобусы С Италии По-моему Приезжают Сюда С Триеста По-славянски Триест Трст Очень Смешно Получается Одни Согласные Буквы В имени А тут Одни Кафешки В общем Вот такая Красота Покушали Идем На набережную Прогуляться А потом Пойдем В церковь Святого Юрия Ну Покушали Мы Конечно Так себе Ну Тридцать Четыре Евро За двоих Заплатили Ну Так Не очень Бывало и получше В общем Как-то так Тут Куча Магазинчиков Кафешек Всяких Тут Выставочный Центр Есть Выставочный Зал В прошлом году Мы С дочкой Ходили Тут Смотрели Этих Варанов Рептилоидов Всяких Рассматривали Вот Тут Кстати Этот Зал Сейчас Закрыто Вот Гостинички Выходят Рыбки Плавают Если Видно Вода Чистенькая Прозрачненькая Но я думаю Что она Еще Очень Холодная Чтоб Тут Купаться На берегу Одни Кафешки Особенно Вон там Чуть дальше Тут Одни Кафе Сейчас Прогуляемся Вот так Вокруг Пляж Идет Вернее Не пляжа Набережная Полукругом Сейчас Прогуляемся И поднимемся В церковь Святого Юрия Посмотрим На Колокольню Поднимемся Море Красивое Спокойное Хотя Ветерок Идет Но Красота Чем Словения Хороша То Из Любляны Куда Не Поедет За час Кто На море Приедешь Что В горы Это Конечно Очень Нравится Гуляем По Надежной И Кафешки И рестораны Есть На любой Вкус Можно Просто Покушать Мороженого Можно Посидеть В ресторане Покушать Пляж Тут Конечно Так Себе Я скажу Через Камни Здорово Не полазишь Тут Есть Конечно Спуски Такие Можно Заходить Но Люди Даже Некоторые Накупаются И дети Купаются Очень Конечно Очень Много Туристов Приезжают Из Италии Видел Из Франции Туристов Гуляют По Перану Потому Что Тут Относительно Италии И Франции Тут Дешевле Тут И кафе Дешевле И Жилье Дешевле Снимать Вот Алю Францию Поедешь Там Конечно Цены Побольше Ну Это Все Конечно Познается В сравнении Вот Тоже Какая-то То ли Церковь То ли Колокольник Сейчас Подойдем Поближе Посмотрим Тут Везде Остинечки Узенькие Такие Улочки Что Просто Корову О Нормально Детвора Футбол Играют Красота Все Отдыхают Как Могут Какая-то Церковь Церковь Мария Здравия Какая-то Ну У нас Совсем Небольшая Церковь Пушка Там Сверху Колокольня Камни Я не знаю Чего Это Какие-то Постройки Старые Были Навалены Какая-то Скульптура Стоит Дядька Фотографируется Это Такой Какой-то Обломок Вон Какие-то Не знаю Что Это Наверное Сами Сделали Для Красоты Выдолбали Чтоб Люди Сходили Смотрели И Вон Там Какие-то Есть Выдолбанные Фигурки Сейчас Поближе Посмотрим Тут Ветерок Задувает Нормальный Такой Где-то Я тут Видел Тоже Что-то В камне Выдолбанно Не знаю Что Это Как Это Просто Навалены Булыжники Ну Видно Это Что-то Какое-то Может Сооружение Какое-то Было Это Поосставалось Вот Какие Выщербленные Вот Это Что-то Было Такое Не знаю Тут Весь Берег Так Вот Что Самое Интересное Если Ветер Ветра С этой Стороны Нету Тогда С той Стороны Ветер Где Мы Только Что Шли Не Наоборот А Как раз Тут Мыс Такой Получается К морю Особо Не Подберешься Ну Тут Люди Конечно Купаются Но Так Себе Тут С детьми Особо Не Покупаешься Не Поплаваешь А тут Конечно Очень Классно Кафешки И тут Прямо На берегу Столики Стоят Ну Тут В основном Продают Такие Напитки Посидеть Выпить Оперольчику Кто пьет Там Винишко Покушать Ну Покушать Тут Можно Такое Бургеры Кальмары Тут Кстати Такое Можно Сказать Национальное Блюдо Это Кальмары Либо Во фритюре Либо Жареные Ну Как На Жару Не Не Зла Как Перевести Как На Жару Переводится Ну Как Шашлык Жарен На Гриле Во Точно Тут Очень Прикольно Сидеть Когда Море Вот Сейчас Ветер С той Стороны Как Разно На Встречу Нам И Если Ветер Будет Чуть Сильнее Он Захлюпывает Тоже Тут С краю Нет Видите Нет Этих Самых Столиков Потому Что Море Захлюпывает А Так Очень Классно Тут Конечно Посидеть Мы Тут В В Том Году По Мон Да Зимой Тут Есть Кафешки Сидели Тут Прям На Пляже Очень Классно Тут Тоже Такой Можно Сказать Дикий Пляж Это Уже Конец Набережной Вот Там Вот Наверху Получается Церковь Святого Юрия Сейчас Мы Тут Туда Будем Подниматься Вернее Там Вход С той Стороны По Улочке Будем Подниматься Но Тут Просто На Пляж Решили Прийти Попробовать Водичку Тут Конечно Ветрено Очень Сильно Но В общем Как-то Так Ходил Ходил Кругами Чуть Не Прошел Мимо Такой Красоты Вот Такой Граффити Сделали Вместо Серой Стены Очень Красиво Получается Необычно Такой Пираты Класс Ну Это Кто-то Целенаправленно Нарисовал Пират Конечно Красота Визитная Карточка Пирана С моря Если Заходить Смотреть Так Идем В церковь Святого Юрия Поднимаемся Классно Через Кафешку Вход Дорога Конечно Тут Улочки Порисово Туристы Ходят Даже Из Китая Наверное Не знаю Ну Не Словенцы Точно А это Гостиница Гостиница Хотя Может Вот Какая-то Дядька Тут Жил Руберт Хлавати Какой-то Не знаю Кто Он Что Ну Табличку Поставили Знать Какой-то Модный Чувак Был Вот Это Красиво Конечно Сделали Совы Так Поднимаемся Тут Кстати Тоже Есть Тут Граффити Вот Это На стене Еще Есть Граффити Дальше Там Мы Там Внизу Были Только Что Поднялись Наверх А там Дальше Церковь Святого Юрия Колокола Звонят Не знаю Праздник Может Какой Может Просто Воскресенье Но Очень Красиво Там Вот Это Подъем До Церкви Там Классно Видо Но Там Сейчас Забор Стоит Сердчатый Там Видно Реставрация Какая-то Вот Граффити Тут Еще Понарисовали Для Красоты Чтоб Не было Серых Заборов Очень Даже Интересно Тоже Пираты Всякие Это Кстати Новая В 23 Году Нарисовали Раньше Не было Пират Этот Пиран Был А он Кстати Вдалеке Видно Стену По которой Мы Лазили Там Сейчас Тоже Очень Много Народа Вот Это Церковь Святого Юрия Сейчас Посмотрим Работает Или Нет Поднимемся Наверх Да Работает Люди Наверху Стоят Вот Вид Пирана Сверху Но Поближе Ладно Идем Дальше Лезем Выше Да Тут Сетка Огорожено Закрыто На Реставрацию Вот Классно Подсветочки Классно Тут Вид Отличный Просто Завораживает Когда Так Смотришь А вот Туда Если Пойти Вот Там Вот По Набережной Это В Фиесу Пройдешь Но Я думаю Что Сегодня Мы В Фиесу Уже Не Пойдем Пойдем Сейчас Посмотрим Что Внутри Этой Церкви Там Там Открыто Не знаю Ходить Можно Ну Там Наверное Тоже Реставрация Тут Входить Нельзя Можно Просто Посмотреть Музычка Играют Ну Вот Как Реставрируют Пока Еще Не Сделали Возможно Скоро Откроют По Моему Где Тут Ну Очень Ну Как Три Может Три Года Живут По Моему Она Всегда Была Закрыта Сколько Я Все Помню А Вот Этот Открыт Сейчас Пойдем Наверх Посмотрим Чего Там Вон Площадь По которой Мы ходили Кафе Где Мы Сидели Кучали Классно Когда Маленькая Получается Пиран Это Маленькая Деревня Хотя Считается Городом Тут На самом Деле Не Ну Пиран Он На самом Деле Большой Дальше Дальше Идет Просто Старый Центр Вход Стоит 3 евро Человека Так же Как И На Стену Вот Такой Ангел Тут Сделано Реставрировано Это Как Башня Со звоном Колокольник Кручу Блин Главное Чтоб Эти часы Не Бункали Когда Могом Подниматься Тоже Тоже Часы А Это Получаются Грузы Этого Механизма Я Думаю Это Просто Старая Он Не Работает Хотя Все Может Быть Может И Работает Сейчас Поднимся Наверх И Смотрим Не Вот Механизм А Это Старый Его Отключили А Вот Новые Стрелки Это Конечно Старые Часи Старый Механизм А Вот Топ Местные В Это Фомин Топ До Топ Зачи С Чешто Топ 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 Одна Основный Топ 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 Не Топ Все выше и выше, я уже подустал даже заходить, тут вообще какие-то ступеньки хитрые. Вот, забрались мы на самом верху, вот и вид получается. Красота, а ну того стоит. Вот такие вот виды. Конечно, с других сторон тоже красиво, но там ветер дует, вообще не будет ничего слышно. Задувает ветерок хороший, только получается эта сторона спокойная, потому что ветер с другой стороны. Приезжайте в Пиран, очень красиво. Только что звонили колокола, но нет, там два раза ударник, три раза. Вот вид с этой стороны, стена эта, вот эта дорога уходит на Фьесу. Но, блин, очень, очень ветрено тут. Идем потихоньку в гору, назад поднимаемся к стене. Откуда начиналось наше путешествие. Тут хочу еще показать одну штуку. Фонтанчик во дворе. Очень так красивенько. Это, наверное, какая-то гостиница. Ну, в общем, на этом наше путешествие в Пиран заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, что вы хотели бы еще увидеть в Словении именно. Будем потихоньку делать видео из всех городов Словении. Будем все вам показывать на видео. В общем, всем пока, всем до новых видео. Спасибо, что смотрите.